Впрочем, боевики заняты не только обстрелами позиций ВСУ или мирных жителей. Они вдруг озаботились политическими вопросами. В частности, ни с того ни с сего решили сказать «Новороссии нет» и создать «Малороссию». По крайней мере, на оккупированной части Донецкой области подробнее материали Павлина Василенко. Побольше государств новых и разных. Видимо, так решил главарь самопровозглашенной ДНР Захарченко и объявил о создании новой недостраны – Малороссии. Квази-государство, по его задумке, возникнет на территории оккупированной части Донецкой области. Кто у них там будет главным – президент или парламент? И нужны ли они вообще, пока не определились? Дескать, все, что можем сказать, Малороссия – это некая федерация ЛНР, ДНР и каких-то там других областей Украины со столицей в Донецке и флагом гетьмана Богдана Хмельницкого. Киеву отводят роль историко-культурного центра без статуса столичного города. Языка сразу два – русский и никому неизвестный малороссийский. Мы уже привели консультации с трезвыми представителями бизнеса и власти. В соседке такой же самопровозглашенной ЛНР поздравлять Захарченко с рождением Малороссии почему-то не стали. Оказалось, там ни сном ни духом, что они – часть новой гипердержавы. Поэтому сразу дали Захарченко отворот-поворот. Ничего не знаем, ничего не подписывали. А ведут отказ, скрывается парадокс. Но в стройных рядах так называемых ДНР-овцев согласия нет. Или кто-то же недопонял своего главаря. По крайней мере, его советник Захар Прилепин поспешил заверить своих. Безвиз Малороссии останется. Но внешнеполитический вектор сместится – уйдут в СНГ. В Украине на малороссийские заявления отреагировали жестко. Президент Порошенко заявил, что Киев вернет оккупированную часть Донбасса и Крым, а боевиков ждет полный крах. Целью Российской Федерации было разделить Украину. Проект «Новороссия» включал 9 регионов Украины. Этот проект полностью провалился. Захарченко и Плотницкий – это не политические фигуры, а марионетки, которые ретранслируют месседжи из России. В украинском МИДе в заявлении о создании некой Малороссии увидели попытку России разыграть абхазский сценарий на оккупированном Донбассе. Об этом у себя на странице в Твиттере написал министр иностранных дел Павел Климкин. На псевдообразование отреагировали и в Европе. В Министерстве иностранных дел Франции заявления боевиков назвали нарушением минских договоренностей и призвали Россию осудить это. То же нам заявили и в правительстве Германии. Немецкое правительство полностью осуждает этот шаг. Позиция немецкого правительства четкая. Конфликт в Украине может быть решен только путем переговоров. Это предполагает реализацию минских соглашений и их полное соблюдение России и боевиками которых поддерживает Россия и Украина. Реакция же российской стороны на сие события появилась лишь вечером. По мнению представителя Российской Федерации в трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова создание Малороссии также не вписывается в минский процесс. Павлина Василенко. Подробности. Телеканал Интер.